всем привет сегодня буду готовить гороховую кашу со свиными ребрышками в афганском казани закидываю ребрышки обжаривать буду до чуть золотистой корочки завершить шпионг обжаривать обжаривать масло 30 мая капула обжаривать Также сразу закину лук, морковь и чеснок. Ну и обжариваем по чуть-чуть. Сейчас я посолил и добавил чили перчика, такого кусочками немного. Ну и мешаем, перемешиваем всё. Теперь добавлю остальные приправки. Паприка копчёная. Хмели-сунели. Кукурма. Ну и это приправа так обычная. Для курицы, я уж не помню для чего она. Всё мешаем. Ну всё, как зажарилось, насыпаю горох. Ну всё, как-то так получилось. Один к трем я сделал. На один килограмм воды, три литра воды получается. Всё, не забудьте ещё в конце воду подсолить. Ну, соли кинуть, добавить в конце. Всё, теперь мы накрываем крышкой. Всё закрываем и убираем. Убираем, говорю. Всё закрываем. Включил на полный огонь. Включил на крупный огонь. Как закипит, убавлю. Ну, думаю, на минут сорок где-то. Там включимся. Всё, прошло сорок минут. Давление стравливаю и открываю. Так, ну вот, что получилось. Крышку снял. Сильно жидкая. Вот она. Это я воды, значит, много налил. Нужно воды один к двум, я думаю, добавлять. Сейчас я просто на огне включил, чтобы водичка эта выкипела маленько и всё, и готово. А так уже горох уже полностью готовый. Вот он уже весь. Как это называется? Это не каша получилась, а суп-пюре. Вот, аналогично суп-пюре. Попробовал, вкусно. Ну, сейчас попробую ещё маленько, чтобы жидкость ушла. Ну, там включусь. Ну, всё. Так вот получилось. Горох полностью растаял. Я уже тарелочку съел. Очень вкусно. Ну, он ещё загустеет, я думаю, постоит. Ему загустеть надо. А так, я советую один к двум делать. Будет уже наверняка каша. Это как суп-пюре получился. Ну, очень-очень прямо вкусно. Ну, если он постоит, я думаю, он как кашевый. Приятного аппетита! Всем пока! Следующее утро, вот я наложил кашу. Вот она именно как каша стала, не как суп. Идеальная кашка. Она загустела за ночь. Так что, приятного аппетита! Можно и один к трем делать будет каша.